Деформирование объектов. В иллюстраторе есть три способа деформирования объектов. Все способы описываются в методичке на 34 странице. Первый способ это инструменты. Инструменты находятся на панели инструментов под инструментами Rotate, Reflect, целый список инструментов. Инструменты работают с простыми объектами. Например, нарисовала смайлик, глазки, лицо, брови и так далее. Из обычных элементов, из обычных объектов ничего сложного нет. Но вот хочется вручную, абсолютно произвольно редактировать какие-то части. Хочется задать, допустим, толщину, разную толщину разным частям, разным вот точкам. Что я сделаю? Я возьму в руки первый же инструмент, толщина, дословный перевод, и возьмусь за абсолютно любую точку. Допустим, за ротик. И начну тянуть толщину в обе стороны. По умолчанию тянется толщина в обе стороны. Если вдруг вы захотите тянуть не в обе стороны, а только в одну сторону, например, я на бровях это покажу, то это надо делать при нажатой Alt. При нажатой Alt мы начинаем тянуть толщину только в одну сторону. Это вот такой простенький инструмент. Это абсолютно произвольный быстрый дизайн. Здесь ничего такого строгого, серьезного нет. Абсолютно полная свобода. Далее, допустим, хочу нарисовать что-то. Это пусть будет флаг любой страны. И хочу деформировать тоже абсолютно произвольно. Закрашу разные цвета. И даже без группирования, просто я выделяю эти объекты, обращаюсь ко второму инструменту, искажение. Искажение работает по размеру этого инструмента. Здесь, увы, квадратные скобки не работают. Если вам надо менять размер, то вы обязательно должны делать двойной клик по инструменту и ширину и высоту по отдельности менять. Пока оставляю как есть. Я двигаюсь этим инструментом снизу вверх, сверху вниз. Вот такое искажение абсолютно произвольное этих трех объектов, не сгруппированных никак. Следующий инструмент это скручивание. Можно изменить размеры этой фигуры, этой окружности двойным кликом. Ну, допустим, 25 мм по ширине, 25 мм по высоте. И я немножко увеличу размеры самого объекта, чтобы было лучше видно. Да, пожалуйста. Я просто здесь задерживаюсь нажатой левой кнопочкой мыши. Скручивание работает против часовой стрелки. Если хочется по часовой стрелке, то еще раз зайдем туда, в опции, двойным кликом. И там, где 40 градусов, мы просто поставим минус. Это именно диапазон направления вскручивания. Минус 40. И, пожалуйста, уже скручивание работает по часовой стрелке. Пожалуйста, любые быстрые, произвольные элементы дизайна можно получить благодаря таким инструментам. Далее, допустим, очень хочется сужать какие-то области. Допустим, какую-то основу для песочных часов хочется получить. Следующий инструмент, пакер, втягивание, работает именно так. Конечно, размер окружности играет большую роль, но основная работа у центрального крестика. Он берет левую границу, правую границу и их объединяет в центре. Добавите еще пару штрихов и почти песочные часы. Они уже готовы. Пожалуйста. То есть это довольно быстрый, но произвольный дизайн. Здесь идеальной точности нет. С идеальной точностью мы уже работали. Белая стрелка, добавление и удаление узлов, зеркальное отражение, трансформации. Здесь очень быстрый и произвольный дизайн. Следующий инструмент, наоборот, выталкивание. Блот, выталкивание. Размер окружности тоже меняем. Здесь, в диалоговом окне, опции. Если хочется что-то похожее на пазлы получить, пожалуйста, воспользуйтесь этим инструментом. Крестик, который играет очень важную роль. Если находится на заливке, то вы выталкиваете заливку. Если он находится на пустом пространстве, то вы пустоту выталкиваете. Вот и всё. Очень быстро и произвольно. Остальные три инструмента я покажу на одном объекте. Есть очень интересные нюансы. Есть не самые часто используемые, скажем так. Такой вот инструмент, скаллоп, такие дугообразные сегменты получаются. Сделаю размер побольше, чтобы было лучше видно. Допустим, я хочу из такой горизонтальной линии, прямоугольника, вытаскивать холмики. Пожалуйста, скаллоп. Хочется колючки получать, это уже седьмой по счёту инструмент. Вот так. Кстати, инструменты строго работают с простыми объектами. Иногда хочется к тексту применять, но мы не забываем, что текст в этом случае надо будет преобразовать в кривые. Я возьму какой-нибудь шрифт потолще, Arial Black, допустим, цвет, пусть будет заливка голубая, обводка белая. Обязательно преобразовать в кривые, иначе дальше просто процесс не пойдёт. И работать, допустим, с теми же колючками. Единственное, размер уменьшу, очень сильно уменьшу. Пожалуйста, пусть будут такие замёрзшие буквы, такие сосульки. Это такой произвольный дизайн. Самый последний инструмент это произвольное добавление узлов на контуре. Возможно, пригодится. Смотрите, я прошлась по левому краю и добавила какое-то количество узлов. Возможно, пригодится тогда, когда вы хотите добавить узлы и в дальнейшем уже работать с помощью Direct Selection. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...